Продолжается незаконное удерживание российских дальнобойщиков и грузов на Украине. По известным накануне Руданым, заблокированными на Украине оказались дальнобойщики из Омска и Брянска. Одна из компаний «Новая линия Веста» публиковала на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков призыв о помощи. Просим помощи АСМАП в доведении информации до правительства РФ и Минтранса. Наши водители стоят в нижних воротах и получают постоянные угрозы расправы от националистов. Нужно что-то делать. Хватит рассказывать по ТВ, что все хорошо, далеко не хорошо. Приходят тревожные сообщения о том, что наши водители подвергаются смертельной опасности. Украинские националисты распространяют информацию, что якобы погибли двое дальнобойщиков. Официального подтверждения этому пока не поступало. Ситуацию прокомментировал накануне руполитолог, полковник в отставке Александр Жилин. Это чистая правда. Это будет черная дра. Сделали Африку, где режимы будут меняться каждый год, и кипение, бурление там будет бесперерывно. Поэтому да, действительно, Украина становится Сомали, Украина становится страной, где убивают. По моим данным, убили двух дальнобойщиков наших. По его данным, фура из Санкт-Петербурга действительно пыталась прорваться из блокады украинских националистов на трассе «Киевчоп». Ее подожгли. После этого водители сгоревшей фуры якобы перестали выходить на связь. Представитель одной из компаний «Брянская новая линия ВЭС», чьи дальнобойщики сейчас заблокированы на Украине, рассказала корреспонденту накануне РУ на условиях анонимности, что информацию о погибших водителях передавали и дальнобойщики. Но официальных подтверждений этому нет. По ее словам, водители находятся в ужасающих условиях. Из-за постоянных угроз они вынуждены все время быть внутри кабин. Фирмы-перевозчики поддерживают связь с водителями, но помочь им ничем не могут. Перевозчики терпят колоссальные убытки, которые никто не собирается возмещать. В настоящее время в разных областях Украины продолжают оставаться более 100 грузовых автомобилей с российскими номерами. Еще более 500 не могут въехать на территорию Украины из стран ЕС, возвращаясь в Россию. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».